Спасибо студия, доброе утро, дорогие телезрители. Сегодня в рубрике внутренний кофе с Бэгденом, после разочарования встречи с Гори Фондером, точнее, несостоявшейся встречи, мы с утра пораньше решили... Что пуговица у меня оторвалась? Мы решили окунуть себя в мир фарша. Тесто вместе со специалистом по пельменям Вячеславом Бодиковым, у которого это практически семейная традиция. Вячеслав, приветствуем вас в прямом эфире. Доброе утро. И расскажите, пожалуйста, нашим телезрителям, какого рода пельмени мы сегодня будем готовить под этой умопрофильной мустрой? Сегодня мы будем готовить стандартный для Сибири фарш. Пельмени по-сибирски, так сказать, в состав которых входят три вида мяса. Это говядина, свинина и курица. Вместо соли в данном фарше мы используем соевый соус, что придает сочности и объединяет вкусы между собой. В тесте, который присутствует на столе, в его состав входит молоко, небольшое количество яиц, растительное масло, ну и, соответственно, мука. То есть молоко все-таки нужно добавлять? Да, мы используем вместо воды молоко, и это придает нежности. Давайте приступим к лепке. Да, конечно. Есть ли какая-то, вот вы по образованию технолог, есть ли какая-то доктрина, аксиома, правила лепки пельменей, что именно они должны быть вот с такой пупыркой? Раньше существовали стандарты, но на данный момент это все немного расплылось, и каждый человек, который придумывает свою кухню, он может отступать от стандартных традиций. То есть сейчас вполне это все размыто, так сказать. Ну, то есть, если, например, ты приглашаешь девушку на пельмени, и она такая типа, я не умею, ты говоришь, не бойся, я покажу тебе мир, доселе тебе неизвестный, и показываешь тебе, что можно сядь с тебе на пельмени и балабан. Конечно. Скажите, пожалуйста, вот вы за семейным столом в кругу домочадцев, какое количество обычно лепеки пельменей? Ну, как правило, это килограмм 5-7, наверное. 5 человек. Это на сколько человек? Это на 5 человек. 5 человек. Ну, неплохо. А скажите, пожалуйста, вот за весь день налепить этих пельменей, потом приходишь домой, как-то тянет к ним? На самом деле приедается, конечно, но можно же фантазировать и придумать всегда что-то новое. Спасибо большое. Сейчас мы продолжим лепить, точнее Владислав продолжит лепить, потому что я еще тот... А, Вячеслав, простите, пожалуйста. Вот лепщик пельменей. И в следующем включении мы покажем, как правильно подавать их. Чем посыпать? Со сметаной или с майонезом? И, возможно, откроет нам какие-нибудь тайны специалист по пельменям. Марин Саша, вам слово передаю.